Акции Ленэнерго. Что случилось с дивидендами? Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта «Финсоветник акции Ленэнерго». Мы с вами сегодня обсудим, обсудим вновь, как ответ на ваши пожелания из комментариев. Вот одно из недавних видео на канале, здесь поступил следующий запрос. Расскажите, пожалуйста, почему Ленэнерго, Прев и Обычка поменялись див-политикой? Почему на Прев заплатят дивиденды меньше, чем на Обычку? Этот запрос набрал 11 лайков. Я традиционно благодарю всех, кто пишет комментарии с пожеланиями по темам видео, ставит лайки под видео, под комментариями, подписывается на канал. Это помогает не только развивать канал, но и нам с вами находить интересные для вас темы для новых видеообзоров. Итак, обсудим бумаги Ленэнерго, начнем с базы. У Ленэнерго два типа акций, обыкновенные и привилегированные, и те, и другие торгуются на московской бирже, отличаются тикером, у привилегированных есть еще дополнительная буква «П» в конце тикера. При этом акции обыкновенные и привилегированные отличаются кардинально, то есть это не история со Сбером, где есть обыкновенные и привилегированные акции, но они почти всегда изменяются в унисон, то есть либо и те, и другие растут, либо и те, и другие падают, при этом обычно на одинаковое количество процентов. Нет, здесь ровно противоположная ситуация, обыкновенные и привилегированные акции отличаются очень сильно. По обыкновенным акциям дивиденды обычно составляют несколько процентов от стоимости акций, где-то дивдоходность от 1 до 5 процентов варьировалась за предыдущие несколько лет, ну и сами акции последние лет 5 находятся в боковике, и в частности, когда российский рынок акций в 18, в 19, в конце 20, в 21 показывал такую довольно серьезную волну роста, когда российский рынок вырос более чем в 2 раза, акции «Ленерго» обыкновенные стояли в боковике, то есть по сути не выросли. В них такой вот дефицит идей наблюдался несколько лет подряд, дивиденды небольшие, каких-то перспектив большого роста у бизнеса нет, ну и собственно акции вот в боковике на тех же значениях так и торгуются. Вот по привилегированным акциям идеи были, и в частности, тут идея дивидендная в первую очередь, потому что по обыкновенным там дивдоходность от 1 до 5 процентов, обычно по привилегированным, бывала дивдоходность даже под 13 процентов, то есть это 10-13 процентов дивдоходности, что позволило акциям довольно сильно вырасти за последние несколько лет, плюс еще по дороге были дивиденды. В итоге «Лененерго» привилегированные акции несколько лет подряд, наверное лет 6, были одной из таких самых интересных и, так сказать, стабильных или регулярных дивидендных историй. Итак, что произошло вот недавно, что произошло в конце прошлого года, что, видимо, так сказать, заставило одного из зрителей канала написать такой запрос, а еще много зрителей поставить лайки, чем эти бумаги привлекли внимание? Когда мы с вами говорим про акции «Лененерго», да, мы сказали, что по привилегированным основная идея – это дивиденды. Мы с вами можем посмотреть дивидендную историю по акциям и по обыкновенным, и по привилегированным, и увидеть, что компания обычно платит дивиденды летом. То есть стандартная дивоцечка «Лененерго» – это июнь. Ну и, как следствие, стандартное обсуждение дивидендов «Лененерго», рекомендация дивидендов стороны Совета Директоров происходит весной. Ну и, собственно, еще вот недавно, тоже вот когда была осень, тоже мы, да, инвесторы, я в том числе, ожидали, что вот весной мы по «Лененерго» узнаем, что там будет у них с дивидендами. Пока что просто прикидывали размер. И вот в конце ноября внезапно Совет Директоров «Лененерго», во-первых, собирается, во-вторых, публикует рекомендацию по дивидендам. Бэт-новость от 29 ноября. То есть тут первый важный момент. Компания до этого всегда платила дивиденды строго один раз в год. И здесь они в ноябре рекомендуют впервые в своей истории промежуточные дивиденды. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что по обыкновенным акциям «Лененерго» дивиденды обычно составляли, ну, где-то 10, 20, 30, 40 копеек. Это давало дивидоходность как раз от 1 до 5 процентов, ну, так сказать, без фокусов, без неожиданностей. Но по привилегированным акциям дивиденды обычно составляли где-то там 10, 15, а в самый лучший год даже 21 рубль. И вот по обыкновенным акциям дивиденды вот эти внезапные промежуточные рекомендуют 44 копейки, по привилегированным тоже 44 копейки. То есть по обычке никаких сверхъестественных новостей, кроме внеплановой выплаты дивидендов. По привилегированным новости очень серьезные. Размер дивидендов сократился в разы. Сравните, был 21 рубль, стало 44 копейки. Ну и акции «Лененерго» привилегированные на этом фоне, конечно, довольно сильно упали. То есть на новостях, что будут промежуточные дивиденды, они сначала, чтобы они будут обсуждаться, они сначала подскакивали, стоили даже в моменте 150 рублей. Затем, когда был анонсирован размер дивидендов, они быстро со 140-150 упали в район 120 рублей буквально там за несколько дней. Возник вопрос, что произошло, почему это все произошло. Ну и вот, собственно, он был как раз здесь в комментариях. Для начала отмечу, что вот тут был вопрос, почему напрямую заплатят дивы меньше, чем на обычку. Здесь не совсем верно. Дивиденды рекомендовали ровно одинаковые. 44 копейки и на обычку, и на при. Еще тут был вопрос, почему они поменялись с дивполитикой. Отметим, что смены дивполитики в компании не было. Что, в общем-то, тоже, ну скажем, определенную загадку дает. То есть компания по привилегированным платила там 10-20 рублей, а тут 44 копейки. Почему это все дело произошло? Значит, после вот этой небольшой корректировки в вопросе, давайте обсудим, почему такое могло произойти. Одна из первых гипотез заключается в том, что компания решила заплатить дивиденды на обыкновенные акции, но если они платят дивиденды по обыкновенным акциям, они должны по привилегированным тоже заплатить не меньше, чем по обыкновенным. То есть первая версия в том, что все в порядке, просто они решили заплатить дивиденды по обычке раньше времени. Можно найти в интернете разные гипотезы на тему того, что на фоне реорганизации, слияний решили выкачать дивиденды по обыкновенным акциям из Ленэнерго пораньше, чтобы там как-то оптимизировать налоги, чтобы там налоги где-то не удерживались. Такая вот теория. Может быть, она верна, может быть, решили выкачать деньги отсюда пораньше. Вторая версия в том, что по привилегированным акциям Ленэнерго решили, так сказать, да, не платить крупные дивиденды в будущем, решили сделать их довольно небольшими. В чем здесь фишка? Если вы посмотрите на структуру владения компанией, то основной пакет акций принадлежит Россетям и, соответственно, да, вот, основной пакет обыкновенных акций. Как следствие, да, ну, мы с вами как мелкие акционеры здесь особо ничего не решаем, даже при всем желании. Но по привилегированным акциям, которых относительно небольшое количество, сравните обыкновенных акций 8 миллиардов, привилегированных менее 100 миллионов. По привилегированным акциям есть много просто обычных частных инвесторов. И может возникнуть вопрос, собственно, да, у Россетей, у холдинга, да, вот там, реорганизация, слияние с ФСК. То есть, в общем-то, у товарищей энергетиков может возникнуть вопрос, а зачем платить по вот этому количеству привилегированных акций, которые могут быть каким-то архаизмом с их точки зрения, зачем платить такие крупные дивидендные выплаты? Почему бы не, скажем, как-то, ну, не платить меньше, не сконвертировать их во что-то, вот, и платить такие же дивиденды, как по обыкновенным акциям? Такое теоретически тоже может быть, особенно учитывая, что в 22-м году произошли перестановки в секторе. В частности, летом была история с слиянием ФСК и Россетей. И вот здесь очень важный момент, который стоит подчеркнуть. Во-первых, еще тогда, вот, летом была эта новость, и на графике акции Ленэнерго тоже можем ее найти. Это вот падение, обратите внимание, которое было вот здесь. Давайте инструмент рисования возьмем. Вот, посмотрите, падение в конце февраля, какое было по бумагам, да, резкое довольно падение. Затем акции постепенно восстанавливаются, проходят дивоотсечку, то есть тут была коррекция на размер дивидендов. После чего, обратите внимание, был еще вот один резкий заход вниз, вот такой вот, сопоставимый с падением конца февраля. То есть, обратите внимание, вот здесь летом были какие-то серьезные новости, от которых акции упали почти так же сильно, как на событиях конца февраля. Что это за сильные новости? Это как раз анонс того самого слияния ФСК и Россетей, и, несмотря на то, что Ленэнерго не было затронуто напрямую, народ стал опасаться, что дальше дело дойдет и до Ленэнерго, и что у них тоже акции как-то сконвертируют. Вспомним, что бумаги Россетей были сконвертированы, то есть сначала там анонсировали, значит, слияние, реорганизацию, все прочие вещи. Затем в августе было анонсировано, как бумаги Россетей будут конвертировать в бумаги ФСК. И в итоге их сконвертировали невыгодно. Бумаги Россетей на этом фоне упали почти на 20% за один день, то есть резко обвалились, потому что, опять же, конвертация акций Россетей для их владельцев была невыгодной. Какие здесь риски для Ленэнерго? Что если представить, что реорганизация и слияние пойдут дальше, и что доберутся до Ленэнерго, то тоже конвертацию акций по опыту сектора, по опыту ФСК и Россетей стоит ожидать по каким-то невыгодным пропорциям, по какому-то невыгодному курсу. Я, конечно, не думаю, что там привилегированные акции поменяют на обычку в соотношении один к одному или что еще будет какая-то суперневыгодная схема, но если уж задавать вопрос, будет выгодная конвертация или невыгодная, то больше вероятность, с моей точки зрения, что конвертация будет какая-то невыгодная. Как следствие, первый вариант, что вот может произойти дальше, что может произойти весной, когда по Ленэнерго будут уже дивиденды за остаток года. Почему я говорю за остаток года? Потому что они же рекомендовали за 9 месяцев, значит, по логике, наверное, будет и за остаток 2022 года. Вариант первый это то, что доплатят по бумагам Ленэнерго остаток и там дивиденды могут выйти, ну, по прикидкам, где-то, по-моему, рублей 18 на акцию. По привилегированным акциям это даст дивидоходность почти 15%, ну, и, соответственно, там доплатят вот эти оставшиеся деньги. 44 копейки сейчас выплатили, еще там рублей 17-18 доплатят, будет большая дивидоходность. Для акции это будет какой-то, ну, скажем, стимул для того, чтобы подрасти. Может быть, процентов на 20 они на этом подрастут. Это первый вариант. Вариант, что все было в порядке, это просто была временная мера по выкачиванию денег через обыкновенные акции, ну, и просто по привилегированным надо было заплатить небольшие дивиденды. Но второй вариант в том, что вот это выплата дивидендов не по плану, да, впервые в истории это были промежуточные дивиденды. При этом по привилегированным они же могли заплатить по обычке 44 копейки, по привилегированным вот часть прибыли за первые три квартала, то есть, да, там заплатить, там, рублей 15. Могли? Могли заплатить. Заплатили вместо этого 44 копейки. И вторая версия в том, что они готовятся к тому, чтобы либо как-то сконвертировать привилегированные акции, то есть как-то их упразднить, либо вообще, так сказать, да, сделать какую-то более широкую реорганизацию, не только привилегированные акции упразднить, но вообще реорганизацию в силе, опять же, Россетей и ФСК сделать. И там дивидендов на акции может вообще особо никак не остаться, потому что, повторю этот аргумент, привилегированные акции Ленэнерго, это те акции, которые в основном принадлежат физическим лицам, купившим их на московской бирже, то есть это, так сказать, та группа инвесторов, которые могут, ну, скажем так, ну, не прокинуть, но в целом могут с ней жестко поступить. А примеры жесткого, жестких действий мы видели там по детскому миру, по другим бумагам, когда в итоге многим частным акционерам приходилось выходить из каких-то бумаг, типа детского мира, не солоно хлебавши. Если смотреть на возможный сценарий, то обратите внимание, что в сценарии крупных дивидендов, даже если будет вот там 18 рублей по итогам года, если весной все будет вот по плану, бумаги Ленэнерго, ну, может быть, подрастут, ну, вот в район 150 куда-то вот сюда. Ну, потенциал роста может составить где-то процентов 20. Почему вряд ли больше? Потому что если весной дивиденды по-прежнему выплатят крупные, это, опять же, не даст никаких гарантий, что через год, в 2024 году дивиденды снова будут крупными, что не сделают какую-нибудь реорганизацию после весны 2023 года. И вот это большая трансформация в акциях Ленэнерго. Раньше, ну, например, в 2018 году, в 2019, покупая привилегированные акции Ленэнерго, вы ожидали, что у них есть див-политика, реорганизациями никакими тогда даже близко и не пахло. То есть вы берете акции, ожидая каждый год крупные дивиденды. И это одна цена для акции, это более высокая оценка. Сейчас по Ленэнерго каждый, над каждой дивидендной выплатой висит домоклов меч. Не факт, что будет выплата в 2023 году, не факт, что будет выплата в 2024, не факт, что будет в 2025, то есть вероятности этих выплат заметно снизились. Как следствие, я не думаю, что мы Ленэнерго увидим там по 180 рублей привилегированной бумаги. Я думаю, что в лучшем случае 150, если повезет. А если будет какая-то реорганизация или конвертация акций, тогда потенциал падения по бумагам ничем не ограничен. Почему? Потому что эти акции когда-то стоили вообще там дешевле 10 рублей. И там вообще дивидендов не было, там несколько лет подряд стоили они очень дешево. И только на дивидендах они вот выросли там на 100 с лишним рублей. Поэтому в целом дна по этим акциям в негативном сценарии нет. И это ключевой риск. Покупаете акции, вы в лучшем случае заработаете процентов 20. В худшем, куда они могут упасть? На сколько процентов? На 20, на 30, на 50, если компания скажет, что все по префам, дивиденды теперь будут не рублевые, а копеечные. Но здесь, в общем-то, трудно предугадать. Вообще оно может быть как угодно низко. Именно поэтому бумаги Ленэнерго сейчас кажутся очень рискованной историей. И лично я не планирую возвращаться в эти бумаги. Мне кажется, что это слишком, так сказать, перебор. Вот. Как поступать вам это на ваше усмотрение? Я предпочитаю более какие-то надежные истории, а не истории, что надо сидеть, знаете ли, на пороховой бочке. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Лайк, подписка, комментарий, колокольчик всячески приветствуются. Пишите в комментах пожелания по темам будущих видео. Желаю вам успешных инвестиций.